Да, сейчас я тебя отлично слышу. Привет, Витя. Так, привет. Ну что, давай, собственно, цель у нас сегодня – это понять, что мы будем дальше делать, какие у нас планы. Окей. Разбросать кучу активностей, придумать, какие должны активности, и разбросать эти активности по времени. Но мой первый вопрос, на самом деле, чтобы разобраться в этом – это какая у тебя цель? Краткосрочно я бы хотел попасть на летнюю стажировку. Летнюю стажировку. Окей. Летняя-нелетняя. Там, наверное, приоритет один – это летняя стажировка, из которой выливается лицо. Угу. Хорошо. Куфер. Угу. Ну, оффер, да, оффер – это, на самом деле, уже сложнее, чем стажировка, но, тем не менее. Так, окей. Летняя стажировка, то есть, по сути, тебе уже сейчас прям нужно срочно подаваться, тем более, что сейчас уже май. Скажи мне, пожалуйста, летняя стажировка где? В каких компаниях? Давай сейчас их запишем. Ну, я смотрю на тройку. Окей, да. Да. Висит Макинзи. Да. На Макинзи. С Бэйном не получилось, остается первые два. Так, Бэйн уже сказали, что нет. Хорошо. Это мы еще раз с тобой детально посмотрим, почему нет. Так, когда дедлайн у Макинзи? Какие есть дедлайны? Хороший вопрос. Насколько я понял из ресерча, там есть два типа стажировок. Что есть конкретно летняя, а есть стажировка, где выход почти что в любое время, там, кажется, четыре раза в год выход. Вот Макинзи нужно все еще ресерчать. Это зависит от моей подготовки к PST, потому что, насколько я понимаю, к каким образом подготовиться я смогу относительно быстро. Это пока что такая предпосылка. И вот основа ограничитель. Да, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, окей, просто курс, например, по PST стартует где-то в конце мая. И он будет идти май-июнь и считай до начала июля. Ну, то есть это, насколько я понимаю, тебе уже поздно. Тебе нужно раньше. Нужно думать, зависит от моего уровня. В принципе, расклад, при котором я пытаюсь попасть в BCG на лето, и если это не получается, то переношу активности с работы на подготовку летом. В принципе, это тоже хорошая опция. А, окей. Слушай, это на самом деле хороший вариант. То есть если ты сейчас не проходишь, у тебя есть возможность просто больше времени инвестировать в подготовку. Да, это будет такой диверсифицирован. Это очень хорошо, кстати, потому что не факт, что с первого раза получается, но если ты можешь больше времени инвестировать, то твой шанс очень сильно возрастает. Это очень хорошо. Тогда, по крайней мере, не все потеряно, если сразу сейчас не получится. Хорошо. Значит, с McKinsey главный вопрос – это уровень PST, насколько хорошо ты его решаешь. И если ты готов его писать, то ты можешь идти подаваться. Если не готов, то не идешь, соответственно. Окей. Да. Понятно. Здесь скорее нам нужно этот уровень понять, и, в принципе, можно подаваться и летом, и нет такого срочного дедлайна, что тебе нужно прямо в мае, например, податься. Дедлайна нет. Хорошо. Так, с BCG ситуация, значит, написал тест, да? Да, тест писал вчера. Да. Какая там ситуация, если ты проходишь тест? Если тест прохожу, дальше ставят кейс интервью. Нет. Ставят какое-то необычное кейс интервью, где я два часа решаю кейс и презентую. А, окей. Это их кейс письменный, презентационный. Да. Очень интересно, как я поставил это делать. А ты с московского офисом это делаешь, не с местным? Да, я писал и черт сегодня, она сказала, с московским офисом по скайпу. Угу. Ну, я думаю, что не сложно. Ну, с первого взгляда, кажется, да, не сложно. У меня есть проблема, наверное, кейп. Ну, если мы сейчас с тобой занимаемся, я думаю, это так вот удаленно, то и провести ты тоже сможешь. Ну, думаю, да. Хорошо. После этого потом уже будут интервью, соответственно. Да, после этого стандартные раунды. Угу. Попадла. Да, хорошо. Так, соответственно, я думаю, что если ты тест прошел, то тебе назначат кейс на тебе в ближайшие недели две, наверное, да? Да, я писал сегодня HR-у, инсайт, что количество аппликантов в Москве просто настолько зашкаливает, что она сказала, без проблем, если у тебя нет времени на эту неделю. То подавайся никогда, да? Вообще не волнуйся, мы тебя поставим позже. Ага. Надо же как. Консалтинг такой популярный оказывается. Видимо, даже немножко возросла его популярность, чем раньше было. Видимо, да, потому что в Bain в этом году оврал по сравнению с тем годом, я уже могу сравнивать. И если же, судя по времени, что они месяц ставили тест, я думаю, тоже аппликантов там очень много. Так. Ну, хорошо. Соответственно, вот из этого всего тесты написал, но вижу письменный кейс. И вот здесь уровень PST, я понимаю, что окей, тебе еще нужно, значит, подтянуть, ну, убедиться, что все круто с тестовой частью. Ну, поскольку письменный кейс, он тоже там, тесты нужно уметь считать, не накосячить. Но здесь, правда, кроме тестовой части, посчитать, не накосячить, есть еще презентационная часть. Которая означает, что нужно все хорошо рассказать и не накосячить в объяснениях. То есть, если тебе дают фидбэк, например, что ты что-то не так делаешь, быстро поправиться, например. Например, если там, наоборот, указали, а если при этом указали какую-то ошибку, можно там быстро либо ее объяснить, либо внедрить фидбэк в свою дальнейшую работу. Вот те, кто умеет это делать, обычно проходят. Если ты сильно косячишь в математике, то ты не проходишь. Но при этом, если ты презентовать не умеешь, то тоже не проходишь. Видишь, тут две части. Тогда как в PST, конечно, одна часть. Окей. Хорошо. Так, у меня такой вопрос, значит... Слушай, но твое CV, вот CV у тебя, вот то, которое ты мне присылал, правильно? Угу. Сейчас я, может быть, даже его открыть смогу. И оно, соответственно, там нормально везде отбор проходило, да? То есть никаких проблем не было, ничего там... Обычно, да, обычно оно проходит. Но в том году я подавался в BCG зимой. Да. И так получилось, что отбор не прошло. Угу. Интересно. Ну, BCG вообще они странно отбирают, они меня тоже когда-то не пропустили. Хотя мне потом оффер давали в McKinsey, поэтому не стоит сильно расстраиваться. Но, с другой стороны, у тебя резюме можно еще немножко улучшить. Понятно, что прям сильно что-то изменить критичное не получится, но резюме это все-таки там... Основные вещи ты и так о себе рассказал уже. Но чуть-чуть сделать акцент может быть другой, в принципе, можно. И вот я сейчас думаю как раз об этом, нужно ли нам на это тратить время. Сейчас я найду где твой резюме, я его ищу и хочу загрузить. И стоит ли нам в это потратиться или не стоит? Ринат, Ринат, вот пути у меня. Хорошо. Ну, пока ты ищешь, опыт с BCG меня научил, что лучше риски хеджить. И поэтому я уже нашел реферал в McKinsey. В McKinsey реферал нашел. Окей. И там, соответственно, тебе не нужно сильно париться по поводу мотивационного письма. Надеюсь, что да. Нужно уточнить, как это работает, но вроде да. Окей. Если так, то это здорово. Это лишает нас головной боли. Все, что лишает нас головной боли, круто. Так, вот, загрузилось оно. Если быстро по нему пробежаться, что тут я вижу? Немножко назад уберу вот так. Ну, я вижу, что у тебя хорошее образование, но не очень много всего написал про свою работу. И вообще ничего нету про extracurricular activities. Ну, то есть, что ты, каких студенческих сообществах ты участвуешь. Например, вот такие вещи, как ты участвовал в чемпионатах, там, типа, changeling. У меня что-то не обводится. Сейчас я обведу. Это, на самом деле, хорошо, что участвуешь, но это все равно не такая сильная штука, как какие-то студенческие сообщества. Если бы ты участвовал, там, я не знаю, активно, был активным членом, там, бизнес-клуба, например, или кейс-клуба, или там был, там, отвечал за маркетинг в клубе дебатов, или еще что-то такое. Это лучше смотрится с точки зрения лидерских навыков. Потому что там в кейсах поучаствовать в этих чемпионатах все могут. А вот проявить навыки лидерства в экстракурикулос тут уже меньше. Поэтому... Ну, да, ты прав. В таких штуках я не участвовал. Ни в каких студиях. Слушай, совсем не было у тебя никаких... Прям вообще. Вообще. Не видел такого импакта. Угу. Интересно. Очень забавно, потому что вот я, когда учился, я наоборот рассуждал, я не видел импакта в кейс-чемпионатах. Я так ни в одном и не поучаствовал. Как раз в экстракурикулос я видел огромный импакт, и там, ну, мне, правда, нравилось еще, и имя занимался активно. Ну, правда, может быть, поэтому как раз я тебе сейчас и говорю, что я бы вот на это обращал внимание. Не знаю, если у тебя попадется интервьюер, который участвовал в кейс-чемпионатах, то, наверное, дабы расскажут. О, круто. Ну, окей. Значит, экстракурикулос никаких у тебя особо нет, и поэтому здесь мы ничего заменить не можем. Думаю, да. Вот это, кстати, круто, то, что ты в Олимпиаде занял там призовое место. Это действительно тяжело. Ну, я выкидывал со временем из себя все Олимпиады, осталось только одну, на самом деле гораздо больше. Но остальные, они не так важны. Остальные там, не знаю, если у тебя областная Олимпиада по математике, это так себе. А если там все раз по математике, это уже ничего. Ну, вот эти всякие... МСЮ контест, на самом деле. Это, наверное, не МСЮ, а ХСЮ. А ладно, то есть это, наверное, информация неправдивая. Это не сильно... Окей, эту информацию ты можешь выкинуть, и она не сильно что-то изменит. Да, окей, она не сильно что-то меняет. Да. Я бы вот это вообще выкинул. Вот это не сильно что-то меняет. Вот это опять, как я сказал, под вопросом. Ну да, Excel ты там опять научишься. Это не показывает твои аналитические навыки, что называется вот RAW. А это показ просто... Ну, ты выучил там, как применять формулы. Но это не так сильно важно. Ну, я помню, ставил ты год. Да, из того, что я вижу важное, я бы сказал, вот это очень важно. Exchange. Exchange не так важен. И потом, читая твой опыт работы, я бы сказал, что, окей, вот это, наверное, важно. В стартапе... В стартапе вообще такие штуки непонятные, что-то там дело не знаю, а вот в банке вот это важно. Но я тебе честно скажу, что, в принципе, стажировки у тебя пока... Ну, ты пока третий курс, конечно. Стажировки пока не то, чтобы прям сильно, очень какие-то такие мощные. То есть, например, если... Ну, да, вот если бы ты работал там, я не знаю, даже в какой-нибудь банке, может быть, международном, при этом не обязательно в инвестиционном департаменте, а просто там в коммерческом или там в телекоме в каком-нибудь, ну, и вообще в какой-нибудь крупной компании, желательно международной, например, если бы ты работал в FMCG где-нибудь, это смотрелось бы мощнее. То есть, на самом деле, тебе на будущее вот этим летом добавить стажировку например, не обязательно в тройке, а в том же FMCG, и это очень сильно твой профайл подкрепит. Даже несмотря на то, что если сейчас ты не пройдешь, то мне кажется, что стоит подумать еще и об альтернативных вариантах. Окей. И стажировка в четверке очень круто была бы. По сравнению с тем, что у тебя сейчас, есть work experience, стажировка в четверке была бы очень-очень мощной штукой, которая потом тебе бы очень сильно помогала и при отборе, и не только скрининг, но и потом уже и при отборе на работу в тройке. Поэтому я бы сказал, что тут опять можно было бы добавить, я пишу FMCG, четверка. Что тут можно добавить? Может, для скрининга или для... Да, вот как раз то, что я говорил, и для того, и для другого. И для скрининга, и в дальнейшем потом для собеседования. То есть, когда тебе нужно рассказать, чем ты занимался, какой у тебя опыт, когда ты можешь вот про это рассказать, гораздо лучше смотрится, чем когда этого нет. Когда рассказываешь про это, что тоже окей, вот то, что ты здесь рассказываешь, но это все равно не так круто, как BigFour. Поэтому на самом деле, это я к чему говорю, что, возможно, вот здесь есть смысл еще добавить, если даже не сейчас со мной готовиться, а отдельно самостоятельно, рассматривать как вариант четверка, FMCG и, я не знаю, например, фарма или банки, ну, в принципе, любая крупная компания международная. Поскольку все-таки, если у тебя долгосрочная цель попасть в тройку, то нужно рассматривать разные пути в нее, и вот это вот. Ну, резюмируя, в общем, то, что мы здесь говорили про резюме, экстракарикулез у тебя нету, ну, окей. Хотя я бы подумал, на самом деле, хорошенько, может быть, ты участвовал в какой-то организме. Если я занимаюсь инвестициями, мы вкладывали с друзьями в различные проекты. О, вот это интереснее. Вот, окей, назови, что у вас есть там какой-то клуб инвестиционный, который... Клуб студентов. Делать это. Где вы за ним? Но я это рассказывал на интервью, и это, на самом деле, очень нравилось интервью. Слушай, это очень круто, я не понимаю, почему это не здесь. Вот то, что здесь написано, вот это все можно перечеркнуть. Даже Олимпиаду, потому что ты уже не школьник. А вот сюда как раз вписать вот эту твою тему про клуб инвестиционный. И это было очень круто. Вдвоем ходили на встречи с компаниями и вопросами их челленджили. Ну, отлично. Подожди, а ты думал, что у тебя будет сейчас сразу Berkshire Hathaway, что ли, на третьем курсе? Нет, и никто от тебя это не ожидает, и тебе тоже не стоит это ожидать. Если вы втроем ходили и челленджили компании вопросами, это круто. Это как раз то, что называется студенческий инвестиционный клуб, а не те, которые там ворочат миллиардами. Такого не бывает. Кто говорит, что бывает, придумывает. Тебе нужно как раз это написать. И про это нужно написать, что вот вас там несколько человек, что вы делали, чего вы добились. И добились, это не обязательно вы вложились в компанию. А что вы научились делать? С кем вы беседовали? Какие, сколько вы интервью провели? Я не знаю, даже сколько вопросов вы задали, может быть. О чем вы спрашивали? Какой был результат? Какой был фидбэк от того, кого вы спрашивали? Вот это все стоит сюда включить. Вместо того, что у тебя сейчас есть. То есть, я понимаю, ты мне говоришь, что, в принципе, у тебя есть реферал, и ты и так должен пройти. Окей, хорошо. Я думаю, что... Слушай, ну, с другой стороны, поменять, доработать CV ничего не стоит. По времени. А если это увеличит твои шансы, то это будет прекрасно. Поэтому, слушай, доработай реально резюме. Давай до следующего нашего звонка через неделю. Доработай. А доработать тебе нужно будет, соответственно, вот это расписать, как мы с тобой обсудили. Там вот это skills. Skills можно выкинуть. Поподробнее я бы еще расписал твою работу. Вот ее стоит поподробнее расписать. В числах, что ты добился, какие были результаты. Я думаю, ты все это и так знаешь, но есть смысл все равно на всякий случай посмотреть вот эту статью. У нас там много всяких статей было про то, как писать резюме. Сейчас я тебе скину. Вот она. Cover letter CV. Вот это вот. Все наши материалы, они здесь. Почитай. Ну, я уверен, что ты там ничем не удивишься на самом деле. Но все равно полезно, что все это в голове у тебя было. Соответственно, распиши поподробнее свой опыт. И это тебе пригодится, кстати, потом на фид-части, чтобы рассказывать про себя. И да, и прислай мне. Хорошо. Соответственно, это я тогда буду от тебя ждать. То есть, если вот где-то здесь написать, что... Вот здесь я напишу, что тогда я тебя жду. Я от тебя буду ждать. CV. И тогда... Остальное мы пока не будем рассматривать. Сейчас, подожди секунду, пожалуйста. Так, прошу прощения, вот я, собственно, вернулся. Так, значит, с CV мы разобрались. Слушай, с мультивационным письмом. Мне кажется, мультивационное письмо тоже лучше иметь. Потому что это, в принципе, писать фигня, но совсем несложно, учитывая, что ты там много всяких пишешь эссе и работ на английском. Написать еще CL ничего не стоит. Напиши, пожалуйста, суперпростой. В три абзаца? А, ну, смотри, ну, там нужно все-таки под каждую компанию свое писать, то есть, хотя бы его хорошенько модернизировать. То есть, сослаться на, там, особенности компании McKinsey, сослаться на людей, с которыми работаешь. Главное, на людей сослаться, кого ты знаешь. Расскать, откуда ты их знаешь, искать, что вот тебе хотелось бы с ними работать. Ну, и перечислить какие-то еще вещи про McKinsey, которые ты знаешь, там, исходя из того, что ходил на их презентации, там, и прочее. Показать, что ты знаешь, короче, показать, что ты сделал домашнюю работу. Вот это важно. То есть, взять твой CL, который у тебя уже есть, и ставить туда твои homebrew, по сути. То есть, показать, что ты знаешь. Отлично. Хорошо. И это я тоже от тебя жду на следующий раз. Я думаю, что это мелочь, это не должно тебя останавливать, но нужно быть по всем фронтам готовым. Так, хорошо. Я посмотрю, что-то у нас дальше происходит. Дальше, соответственно, следующий шаг нам нужно, чтобы у тебя был тест, потом кейс, и потом интервью. Насколько я понимаю, кейсов ты уже решил, что к 30, да? Ну, примерно. Я никогда не считал, я думал, порядка 30 в том году, порядка окей. 12 и 10 в этом. Примерно 30 кейсов. Понятно, что количество не всегда переходит в качество, но в целом, я бы сказал, что нужно еще будет прибавить. Да, я заметил, что на самом деле там в Бене челленджили совершенно другие штуки, которые в последний раз челленджили там же год назад. Слушай, это интересно. Вот это интересно. Там они смотрят другую штуку. Не на то, как... То есть на такую штуку никто не смотрел раньше из моих. Челленджить некоторые другие вещи, не просто так, как ты решишь кейс. Да. Или пока, теперь на последних этапах. Да, я понял тебя. Так, слушай, сейчас мы, кстати, это обсудим с точки зрения кейсов. Пока я смотрю вот сюда. давай про тест подумаем и убедиться, что ты готов к этой части и к вот этой части. Причем вот эта часть, вот эта часть, она, возможно, случится раньше, чем вот эта. Поскольку тест у тебя еще не назначен, у тебя есть время. А вот здесь нужно быть лучше готовым. Поэтому... Да, я думаю, что тут тебе нужно заняться с того, чтобы подтянуть математику. Здесь математика, как раз и будет основной частью. Я знаю, что ты хорошо считаешь уже, и ты вводный тест у нас написал хорошо достаточно. Но лучше еще сделать небольшой оверкил, чтобы убедиться, что этого косяка, этот косяк, не случится потом на интервью. Поэтому я думаю, что бы я тебе здесь сделал, я тебе дам доступ к нашей математике. окей. И тебе нужно оттуда прорешать будет все. Но я думаю, что за неделю ты, кажется, не успеешь, даже если сильно плотно будешь решать. Я думаю, что нужно будет хотя бы одну главу оттуда прорешать. Хорошо. А вот главу что входит? Там, соответственно, будет сколько же там, пять глав, быстрые расчеты, точные, быстрые расчеты на округление, составление формул уравнений, решение таблиц, решение графика. О нет, даже меньше получилось. Четыре получилось. Да. А нет, таблицы – это отдельная глава пять, поэтому получается. Вот как раз из них первую точные расчеты и быстрые – это как раз то, что я хотел бы, чтобы ты проделал. Там будет теория небольшая, теория, которая, собственно, объясняет, как это все считать. Будут несколько видео, которые на YouTube Дима рассказывал, как решать. И будут кучи задач. И вот их как раз тебе нужно будет решать. Окей. На самом деле, даже не первая. Это первая глава. Там она будет по счету два, на самом деле, потому что первая – это тест. Напишу по этому. Так. После этого, вот когда мы вообще математику здесь всю закроем, мы будем уже готовиться с тобой к PST. То есть я вот так поставлю, что это не сейчас, это на потом будет. PST. Я думаю, что там как раз группа успеет стартовать, и ты можешь к ней присоединиться. Ты, конечно, можешь отдельно заниматься и сам, если ты супербыстро будешь двигаться, и хорошо. хорошо. Но обычно в группе эффективнее получается. Окей. Но чтобы присоединиться к группе, тебе нужно математику будет всегда решать, поэтому тогда вот на нее нужно будет поднажать. Так. Соответственно, с кейсами, я думаю, что с кейсами пока не будем торопиться. Там будет и курс по структурированию у нас в конце мая, и у тебя будет больше времени, когда ты чуть вот это все освоишь и разберешься с расчетами и с тестами. Поэтому сейчас, я думаю, пока их деприоритизируем. За исключением одной вещи. Вот сейчас, чтобы понять, что кейсы мы действительно можем деприоритизировать немножко, я хочу понять, что у тебя был там какой фидбэк по Bain, и чтобы понять, насколько вообще глубока проблема, с которой нам нужно будет разобраться. Окей. Смотри, фидбэк можно поделить, наверное, на две основные компоненты. Первая штука, что из-за волнения сильно ухудшилось качество решения. То есть из-за волнения пострадали две вещи. Это качество структуры и и приоритизация подходов к валидации гипотезы. Структура и приоритизация приоритета. Ну, под структурой там такой, если честно, фидбэк, он понятный. Сначала она была слишком простой первые две минуты кейса, а потом она стала сложной. Неадекватная, то есть... Ну, можно и так сказать. Неадекватная, потому что адекватная это и по сложности должна быть как раз точной. Не слишком сложной, не слишком простой. Что-то такое. Хорошо, что с приоритетами? Приоритеты следующие, что, скажем, вот под стрессом я хорошо соображаю математически. в голове просто выбираю варианты и говорю да. При тет-а-тет интервью такой подход не работает. И, скажем, иногда я выдаю вариант, который у меня уже есть в голове, но он может являться неоптимальным. А, это вот приоритеты как раз. Да. Причем меня челленджили на интервью самый старший во втором раунде. Телленджи были следующие, как ты проверишь, как ты найдешь эту информацию, как ты это посчитаешь. И проблема в том, что я дважды ответил, ну, то есть дважды с первого раза ответ не понравился интервью. Ну, и ты быстро слишком отвечал, что ли? Насколько быстро ты отвечал? Нужно вспоминать. Я подозреваю, что секунд 5-10. Меня спрашивают вопрос, и я знаю, как в схожей отрасли считают этот показатель. Так как я знаю, я отвечаю. А получается, в этой отрасли считают его по-другому. И то, как я предложил считать словами. Слушай, я понял. Смотри, ну, а пробовал ли ты мыслить вслух? Например, сказать вот так, окей, первое, что мне приходит в голову, это аналогичный подход, который используется в отрасли X. И там такой показатель считается вот так, вот так. Но у меня есть ощущение, что этот подход может быть неприменим в этой отрасли. Сейчас я хочу понять, почему он может быть неприменим. А он может быть неприменим, потому что в этой отрасли то-то, а в этой то-то. Окей, но тогда это означает, что мне нужно поправить мой подход. Но тогда подход у меня должен быть вот такой. О, соответственно, я бы выдал вот такой вариант. Показываешь. Отлично, мастерски. Нет, до такого я не доходил. Слушай, это, кстати, очень, вот такой подход очень сильно помогает решать задачу. Я недавно встречался со своим студентом, он рассказывал мне задачу Олеры Ваймана. И я ее решал, как раз вот так проговаривая все мои шаги и размышления, так что в какой-то момент он мог меня наставить на правильное размышление. Сказал, ну а вот здесь вот такая-то предпосылка, с которой я не совсем согласен был, но тем не менее. Или а вот здесь там нужно вот такой учесть вариант. Когда люди видят, как ты размышляешь, им легче тебе помочь, им легче оценить это более высоко, потому что они видят, откуда берется все. Что у тебя не заученный готовый ответ, а вот происходит мышление прямо здесь и сейчас. Очень тебе рекомендую это использовать, и это тогда тебе позволит разобраться с приоритетами. Я бы назвал это мыслить вслух. Мысли. Не очень красиво у меня получается писать, но по-равильному ты понимаешь, о чем речь. В я понимаю слух. Окей. Никогда не практиковал, то есть я, да, это звучит классно, да, я понимаю плюсы такого подхода, но почему-то никогда его не практиковал, возможно, это плохо. Возможно, это неплохо, но если попрактикуешь, будет лучше. Да, я читал про него раньше, но не использовал. да, очень, очень тебе его рекомендую. Окей, с этим, значит, изобрелся неадекватная структура. Здесь, я думаю, что и вот эта штука тоже поможет, но окей, это мы будем разбираться на структурирование с этим. Да, я читал статистику, что 90 плюс процентов риджектов содержит в себе слово структура. Ну, потому что на самом деле ты, там 100-500 есть причин, почему риджекнуть, начиная от того, что действительно плохая структура, заканчивая тем, что у тебя, у интервьюера был плохой день, ты поругался с клиентом, и вообще тебя, может быть, скоро выпрут, а тебе еще нужно тратить время на интервью с этим чуваком, который еще тебе не очень нравится, потому что он, не дай бог, знает, как считать там что-то по правилу 72 или 114, а ты ни разу не слышишь такое правило, ты чувствуешь себя идиотом. И когда вот это все накладывается, ты человека не берешь, поскольку все-таки это бизнес такой people business, и очень важно роль играет в суждении о людях, которые не всегда объективны. Но при этом тебе нужно дать объективное объяснение как интервьюеру, потому что ты профессионал, и ты можешь подобрать вещи, типа структура не нравится, например. То есть это не всегда релевантное объяснение, возможно, объяснение другое. Но, тем не менее, это не говорит, что не стоит обращать внимание на структуру. Стоит, конечно. Но помнить, что бывают другие вещи, которые тебе просто не скажут. окей, не совсем миссии получается, потому что вторая опция, что я хотел сказать, это стиль коммуникации. Он тоже следует и стрессам. Так, я понял. Значит, вот это, скорее всего, а, но это тогда не волнение, это тогда контент. Наполнение. Давай напишем. Скорее. Проблема была в том, что когда я начинал перебирать решения, то интервьюер заметил, что я стал использовать сложные речевые обороты. Угу. Затянуть время. Окей, она не сказала, чтобы затянуть время, но я подозреваю, что я это делал, чтобы затянуть время. Неосознанно. Угу. Слушай, но здесь как раз тебе тоже очень значит, конечно, это утверждение «a man would a hammer», когда мы решаем все проблемы одним способом, но здесь это тоже мне может в некоторой степени помогать. Сейчас, подожди, секунду, пожалуйста. Да. так, прошу прощения, вот я снова вернулся. То есть, что я здесь говорил, вот если ты, когда что-то рассказываешь, встречаешься с трудностью, и ты вместо того, чтобы использовать сложные речевые конструкции и затянуть время, просто открыто говоришь, с какой-то трудностью столкнулся. на что-то не можешь найти ответ. То есть, усомниться в своей логике вместо того, чтобы сделать это в голове, усомниться прямо на словах и проговорить эти сомнения. Тебе легче это уже станет? Что-то похожее я сказала. То есть, она сказала, что мы хотим как консультанты, чтобы все было максимально просто, если ты чего-то не понимаешь, давай вместе сделаем сложное простым. Было что-то такое. Да, это, кстати, хорошая идея. Мне кажется, это вот отчасти здесь перекликается. Сейчас я подумаю, так ли это, ли она имела в виду. Давай вместе сделаем сложное и простым. Ну да, если сделать вместе, лучше все сказать, что у тебя не получается. И когда ты говоришь, там, затянешь коммуникацию, показать, почему это ты делаешь, тогда и ты и коммуникацию не затянешь, и сразу перейдешь к проблеме. Поскольку возможно, что то, что тебя отягощает и не дает тебе заключить фразу или сделать какой-то вывод, это есть какой-то важный инсайт, который на самом деле можно обработать, если его сформулировать или если получить дополнительную информацию от интервьюера. больше всего интервьюера не любит, когда к ним приходит кандидат black box, которому он задает вопрос, он ничего, не производит никакой реакции, а потом выдает ответ через две минуты, типа, два. И даже если это правильный ответ, там, типа, когда тебя спросили, что нужно сделать, там, чтобы исправить ситуацию, и ты две минуты молчишь, а потом просто выдаешь, ну вот, вот, короче, моя рекомендация. В каких-то сферах это было бы идеальное решение, человек потратил вместо 30 минут, там, буквально две, и все рассказал, но здесь это не сработает, здесь тебе нужно показать, как ты туда пришел. Тебе нужно, по сути, вот это нарисовать, свой путь нарисовать. И рисовать его нужно не только на бумаге, чернилами, когда ты рисуешь структуру, но еще и дорисовывать это все своей коммуникацией, что, возможно, даже поважнее. Я сделал такой вывод после первого года провалов Бэйна, что если там, способны решать большинство людей, которые отбираются в консалтинг, проблема в двух вещах, то, как быстро они это делают, и то, как классно они умеют это продавать, подпродавать, я имею в виду, как они выстраивают там дорогу, через которую они придут к решению, и как они доносят ее до интервьюера. Ну, это похоже на правду. Я бы сказал, что продавать, я бы назвал объяснить. Вот насколько четко ты можешь провести человека по своей логике, настолько ты потом получишь высокий балл. поскольку там вы можете прийти к одному результату, но один человек будет тебя вести в потемках и как с закрытыми глазами за руку, а второй тебе свет включит и покажет еще, как там красиво по сторонам. Вот тебе нужно быть вторым человеком, который покажет красиво по сторонам. И здесь, опять же, это все упирается вот в эту идею на самом деле. Тут, конечно, не стоит сразу все говорить, что прям сразу приходит в голову, нужно хотя бы немножечко подумать, поскольку если там совсем какие-то глупые мысли, я не знаю, как посчитать что-то, или там совсем банальное разбиение приходит в голову структура, можно немножко подумать и сделать мысль получше. Но в целом не стоит прям сильно долго тратить, то есть по-хорошему нужно мыслить, опережая слово, ну, я не знаю, там, секунды на четыре. То есть думать, что там в ближайшие четыре секунды ты скажешь, а говорить то, что да, это уже придумал. Прикольный инсайд. И вот если вот ты так будешь делать, то ты уже там глупость не скажешь, но при этом сильно глубоко не уйдешь так, что интервью совсем потеряется. суждение сохранится и при этом коммуникация тоже будет более-менее четкой. Так, окей, значит, мы с тобой поняли про стиль, мы с тобой поняли про контент. Слушай, а в приоритетах можно, сори, что перебиваем, можно добавить, что я не уходил, то есть я предлагаю идею, говорю, ага, давай подумаем, как эту идею там проверить. А на самом деле в это время нужно посмотреть, окей, какие есть другие идеи. И вот, например, это мне такой фидбэк дали после первого раунда, но не был критичным в кейсе, потому что мне показалось, что первый раунд гораздо лайтовее второго. То есть в первом раунде мне сказали, так, идея клевая, но давай пока не сюда, такой информации нет, держи, вот есть такая. Да. В втором раунде мне сказали, ну, давай, расскажи, как ты это будешь делать, ага, прикольно, а почему так, а где вот это найдешь? По челленджу сказали, ну, не оптимально. На проекте не успел бы. Везде в первом раунде там сказали, ну, нет, вот этого нет, держи вот это, схожее, а возможно, чуть на уровень выше информации. Но на втором раунде такого не было. Слушай, прикольно вот это вот, то, что я здесь слышу, нужно добавлять некий common sense в свои рассуждения, подумать, а как ты это будешь реализовывать? То есть, как твоя рекомендация или предлагаемый тобой анализ можно сделать на практике? Вот команда там из трех человек, менеджеры, два человека смогут его сделать. То есть, я не знаю, тебе нужно получить какой-то инсайт о мнении людей относительно какого-то продукта. Тебе нужно понять, а как это вообще можно сделать? Можно купить отчет какой-то, можно провести исследование, заказать компанию, но по факту скорее ты будешь либо ты погуглишь, либо ты обзвонишь несколько клиентов в слэш, попробуешь получить, посидеть на звонках, где твой клиент будет обзвонить своих клиентов, либо наймешь каких-то студентов, которые пойдут и посмотрят собственно клиентов вживую и понаблюдают, что там они говорят. Вот, то есть, вот эти все способы, они как раз реализуемы на проекте. Тебе нужно понимать, когда ты предлагаешь какой-то анализ или хочешь получить какой-то результат, как это можно получить и не придется ли на это потратить там вообще все ресурсы команды. То есть, добавить вот какой-то sanity-чек такой по времени и реализуемости явно тебе очень сильно поможет. Да, проблема в том, что это не смысл, что отсутствует бизнес-сенс, что когда стоит вопрос, у тебя есть 10 секунд на него ответить, я сомневаюсь, как за эти 10 секунд, 10-15 секунд, можно действительно сделать выводы о том, как кандидат может, не знаю, делать проверку своих гипотек. и то есть, насколько кандидат, если у него есть там 30 минут, насколько коррелирует вот результат за 15 секунд с результатом за 30 минут. Я не уверен, что коррелирует, но вот придется как-то с этим бороться. Ну да. Окей, но мне кажется, что вот это опять моя гипотеза, что если ты проговариваешь свои мысли, она может тебе немножко помочь здесь. Да, особенно как классно звучало вот я, забегая назад, проверить сенс, прям вслух. Сейчас я проверю, насколько я это вообще способен получить. Это интересно, потому что в первом раунде я спрашиваю, есть такая информация или нет? Никакой. И по сути мне сказали, вот решай кейс, если какая-то информация нужна, говори, как будешь ее искать. Мне показалось, что очень сильно отличаются. Так, это где тебе так сказали? В Бэйне. В Бэйне. Я бы ожидал, что тебе везде так скажут, как ты их будешь искать. Очень хороший вопрос. Очень хороший. Да, он хороший. Мне нравится такой вопрос. Просто утверждение, что если в первом раунде есть раздатки с информацией, которую кто-то... то, по крайней мере, во втором раунде у меня так получилось, что раздаток не было. Ну, были там точечные цифры простые. Возможно, так совпало. Слушай, вот по-хорошему тебе нужно быть готовым даже к такой ситуации. Это не будет на интервью, но такой навык тебе позволит уже любое интервью пройти. Когда перед тобой ставят открытый вопрос и вместо того, чтобы тебе дать информацию, дадут тебе компьютер и скажут, ищи. Нужна тебе какая-то информация? Найди. Нужно тебе там что-то проверить? Проверь. Все, что перед тобой... Все, что тебе нужно, вот, пожалуйста, в компьютере, в гугле. Поскольку это на самом деле то, как и происходит потом консалтинговый проект. Вот тебе нужно что-то проверить? А ну-ка, вот, найди. Никто тебе эту информацию не соберет. Тебе еще нужно самому ее собрать, завалидировать, протестировать и на ней какие-то выводы сделать. То есть, если ты вот к такому готов, то к интервью уже когда тебе дают сразу готовые решения, готовые данные, тебе как бы экономит время на гуглеж, а делать вывод ты уже научился. Но, конечно, это тяжелее потренировать, и, наверное, это потренируешь уже как раз на опыте. Вот если бы ты где-нибудь в четверке поработал, там ты бы это потренировал, я думаю. Да и на самом деле в том же FMCG, наверное, тоже. Углел, он довольно-таки красный. Как раз да, поэтому это вот было бы полезно. Окей, слушаем. Ну, то есть, если подводить черту под кейсами, что мы обсудили? Мы обсудили проблемы с контентом, который распадается на структуру, что она бывает либо слишком проста, либо слишком сложная. Приоритеты, что даешь быстрый ответ, но не такой, как от тебя ожидают, и по стилю коммуникации слишком сложно, опять же, коммуницируешь. Я думаю, что это все вопросы вполне решаемы. Я думаю, что ты должен с этим тренироваться и справиться. Поэтому я бы сказал, что, наверное, нет необходимости сейчас на кейсах концентрироваться. Ну, смотри, от этого нужно точно уточнить в лайн есть две опции. Две ситуации развития событий. Первое, что стажировка начинается 16 июня, что наиболее вероятно. Это означает, что в случае успешного прохождения теста к интервью останется примерно неделя, может, полтора каунда. Второе, что на самом деле стажировка начинается в середине июля, и тогда действительно время уже останется на кейсе. Слушай, ну, хорошо, давай тогда. Мне, конечно, не нравится, что так мало времени осталось, и обычно, когда мало времени остается, попахивает это фейлом. У меня та же самая ситуация с Шадом, когда у меня очень мало времени осталось, я еще не очень-то хорошо решаю, это тоже попахивает фейлом. да, я глупо это сделал, но тем не менее. Ну, окей, надо разбираться с тем, что ситуация, в которой мы есть. Давай допишем тебе сюда кейс. При прочих равных там, мне кажется, очень классно, что я дважды, ну, как классно, при прочих равных это хорошо, что я дважды доходил до финальных раундов. Безусловно, да, это хорошо, но плохо, что два раза проваливал. То есть, да, каждый там встречный не дойдет до финального раунда два раза, но при этом что-то мешало. Давай кейсы ты делай тогда, и я хочу, чтобы в кейсах ты концентрировался на мыслях вслух, и на структуре. И на самом деле, даже после кейса, который ты будешь решать, старайся еще подумать, а можно ли структуру лучше сделать. То есть, окей, брать больше времени после того, как ты проводишь кейс и пытаться понять, что тут еще не хватает и можно ли лучше сделать. Я думаю, что сейчас ты можешь просто решать с напарниками по скайпу, с теми, кто готовится, или вживую. То есть, я думаю, на этой неделе я не успею с тобой ничего решать, но вот эту часть ты прорабатывать можешь с кем угодно, на самом деле. Вообще с кем угодно. Тут важно просто, и не важно, какой кейс, важно, что ты вот это будешь делать. В каждом кейсе вот это тренировать и потом структуру прорабатывать после того, даже как ты разобрал кейс, как тебе дали типовую структуру, но при этом ты будешь думать, а как это лучше сделать, как улучшить. И тогда, ну тогда получается, что у тебя такой workload хороший, достаточно плотный, но учитывая, что дедлайны близко, придется с этим разобраться. То есть CV, CL, начать решать математику и решать кейсы, ну реши хотя бы, может быть, два, три новых кейса с кем угодно и вот на вот эти две вещи обращай внимание. Окей. Ну и, конечно, нужно тогда разузнать дедлайны. Вот, вот это я тоже хотел сказать, тактические вещи. Дедлайны. Когда, чтобы мы поняли, нужно ли ускориться вот сюда, перейти уже или можно вот тут поглубже прокопать и нужно ли вот здесь ускоряться. здесь пишу дедлайны. Не очень у меня красиво получается писать, ну ладно. А вообще там, если подаваться в McKinsey, то проблема, то есть почему я в McKinsey никогда не подавался, я их не рассматривал, потому что у них кейсы другого формата и я думаю, это разница? Это важно? Это важно, какого кейса формата? Я не проверял, но в голове если дело... Нет, это не важно, это фигня, какая разница. Если ты умеешь решать уже, искать решение, скажем так, ты можешь запросто отвечать на вопросы, которые тебе задают, а можешь не ждать этих вопросов и сам куда-то двигаться. Это вообще не имеет значения, это не важно. Не важно, какого у них формата кейса. Мышление одно и то же способ мышления. И, не знаю, те же все нейронные связи, те же работают, одни и те же. Просто где-то там тебя перебивают, а где-то нет. Ну и что? Поэтому я не думаю, что ты хуже сделаешь. Особенно если ты научишься объяснять свой ход мысли очень хорошо, то сработает это и там, и там. Так, ну что? Я думаю, что мы с тобой хорошо все обсудили. Мне кажется, что все четко понятно, что нужно делать. И я думаю, что если мы этого плана будем придерживаться, мы будем в хорошем состоянии к следующей неделе. Скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то вопросы? Вопрос, наверное, один. Как сделать, симулировать стресс при подготовке? Как симулировать стресс? Да. Ну, то есть, скажем, на первых раундах я не стрессовал. Или стрессовал не сильно. Или стресс не приводит к плачевным результатам. А при подготовке вообще нет стресса почти никогда. Есть стресс, когда ты делаешь структуру, как только структура сделана. В принципе, уровень стресса падает раз в два. Я понял, да. Слушай, ну вот я не знаю, как симулировать стресс, потому что, да, когда я готовился, мне тоже было меньше. Когда решаешь на английском, может быть, немножко от этого подскочит стресс, что все-таки не родной язык, но тоже не сильно. Если у тебя с английским нормально все, то тебе пофиг будет. Не знаю, мне в какой-то момент пофиг стал. И у меня огромные были проблемы со стрессом на первом раунде. Что я сделал? Я просто столько кейсов решил, что я от них так задолбался, решил, что ну сколько можно уже, и у меня стресс весь пропал. Когда, ну все одно и то же уже, задолбался. Стало легче. И когда я вот начал в себе чувствовать уверенность, стресс сошел, не то, что сошел на нет, но значительно сократился. И я уже там последний раунд проходил, скорее, мне интересно было поговорить с партнерами, а не боялся как бы себя лучше показать. То есть я бы сказал, что просто тут набивая руку в дальнейшем, ты становишься более уверенным. Окей. Ну так, спасибо за ответ. И, наверное, еще интересное такое утверждение, так как я два года подавался только в Bain, и я не подавался ни в какие другие компании, ну, по крайней мере, не подавался в BCG один раз зимой, и я не прошел туда отбора, то смешанное чувство, потому что я долго готовил фиты, отвечал на вопрос, почему Bain. И сейчас мне чувствовать себя несколько странно, начиная после двух лет проработки фитов. Слушай, ну ты, окей, ты не два года прорабатывал фиты, а просто на протяжении двух лет. На протяжении двух лет. То есть у меня восемь интервью было только с Bain. И я восемь раз отвечал на вопрос, почему Bain. И внутри как-то необычно. Да ничего страшного, это как, я не знаю, встречался два года с одной девушкой, а тут расстались. но девушка сама виновата, скажем так. Девушки и другие есть. Вполне возможно, хорошие, достойные найдутся не только в Bain, скажем так. Поэтому ничего страшного, готовь другие фиты. Тем более, что компании не сильно отличаются друг от друга, и вполне возможно, ты можешь, и скорее всего, ты подойдешь там везде, во все три. И кроме того, чтобы понять, что ты подходишь, нужно пройти все раунды и пообщаться с кучей людей. Тогда ты поймешь. Пока что ты еще этого не понимаешь, это нормально. Ты лишь представляешь свою гипотезу, почему ты думаешь, что ты подходишь. Собственно, ее и тестирую, это нормально. Это не то, что ты кривишь душой, говоришь, ты везде подходишь, типа ты весь такой, склизкий. Нет, это не так. Ты до конца не знаешь просто. Ты презентуешь ту информацию, которую ты знаешь. И со временем ты ее дорабатываешь и улучшаешь. В какой-то момент, понимает, что нет, вот эта компания, они вообще не подходят. Я слышал много, ну, несколько историй, скажем так, людей, которые получали от Ферма Кинзи, потом говорили, не, мне не подходит, ну, нафиг. Они мне не нравятся. И шли в другую компанию. Тоже, я думаю, самое, я думаю, было и там, и с другими компаниями. Поэтому ты это понимаешь уже, когда много проделал, большой путь. А пока ты его еще только начинаешь, это твоя гипотеза. И окей, рассказывать свою гипотезу, ее все время улучшать с каждым раундом. Ну, да, нужно поработать над этим. Ну, вот пока просто мои впечатления, что после Бэйна я думал, блин, а как готовить фиты в другие компании? Да, нормально. Я так работал в Бэйн. Это не единственная компания. Да, после того, как я нашел столько плюсов в нем, я был прям... Ищи в других компаниях, там найдешь не меньше, я тебя уверяю. Ну, а пока не нашел, чувствую себя странно. Ничего, мы с тобой их обсудим еще. Но позже, пока это не так критично, это важно на более поздних этапах. Пока нужно с hard skills разобраться. Собственно, этим мы и занимаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егорова А левым чувакам они не будут столько времени тратить, давать такой подробный фидбэк, если они в тебя не верят. Поэтому я думаю, что окей, попробуешь еще через год. Жизнь не кончится через год, окей. И через два не кончится. Если тебе это действительно важно, и ты хочешь туда попасть, ты попадешь. Но просто будь готов идти дольше. Ничего в этом нет страшного. В рамках жизни и карьеры лишний год – это фигня. Ну да, согласен. Не нужно спешить. Если ты сейчас не пройдешь или через год не пройдешь, то все, значит, ты лузер. Отстойник, неудачник и все прочее. Вообще это не так. Это вообще не так. Попробуешь еще раз, не страшно. А если не захочешь, попробуешь другую. Вот уж делов-то куча. Не стоит бросать. Так, ну что, я думаю, что мы с тобой все обсудили. Собственно, тогда задело. А мы пока сделаем видео из того всего, что у нас получилось. И даже из вот этого занятия, не знаю, сделаем мы видео или нет, какие-то куски, может быть, сделаем, а может быть, не все. Но сделаем... Ну, потому что час смотреть, как мы тут с тобой что-то обсуждали, не каждый закончит. Ну, понятно. Поэтому нужно вырезать. Ну и сделаем из записей твоих и моих, собственно, интро. Интро выйдет, скорее всего, где-то в начале следующей недели. Там все-таки чуть больше нужно времени затратить, чтобы сделать хорошо монтаж. Поэтому сейчас не успели пока еще. Все, монтируем. А тебе удобнее, чтобы я кидал, типа, три версии видео или одну? То есть ты насколько хочешь отмотать. Ну, смотри, ну, я думаю, что потом... Я сейчас смотрел, но потом смотреть буду не я, скорее всего, Ваня будет смотреть. Ну, и все равно лучше выбирай ту, которая тебе больше всего нравится. Окей. И да, три прям не нужно. Выбирай, что тебе кажется лучше всего, а мы ее будем и составлять, и там, может быть, что-то вырезать, исправлять. Думаю, что вот так. Окей. Так, ну все, Ренат, тогда давай пока. Хорошего тебе выходных, да и до связи. Испишемся тогда. Окей, да. Давай, пока.